Они герои сотен фильмов, их работа вызывает неподдельный интерес со стороны теле и кинозрителей. Это всегда интрига, ведь они помогают следователям раскрывать преступления. Это я о криминалистах. Сегодня в день сотрудников органов следствия наш гость Роман Шиповал, заместитель руководителя отдела криминалистики Краевого следственного комитета. Здравствуйте, Роман. Рад вас видеть. Поздравляю вас с праздником. Спасибо большое. Термин «криминалистика» в переводе с английского – преступление. Так вот, всё, что касается преступлений, убийств, похищений, всегда вдохновляло режиссёров на создание фильмов. Вы вообще такие фильмы смотрите? И насколько что-то в игре актёров похоже на вашу реальную работу? Фильмы, ну, насколько позволяет. Время смотрим, начиная с классики нашей, ещё советской. Это какая классика? Ну, вместо встречи изменить нельзя. Там, правда, наверное, игра актёров – это, наверное, не для нас. Оценка – это киноакадемия оценивает. Насколько реально они отображают нашу работу. Ну, понятно, что есть какие-то достоверные моменты, есть художественный вымысел. Вот в замопаементном фильме там, наверное, больше ставятся какие-то морально-нравственные проблемы, работы, которые не устаревают. А современные какие-то фильмы, вот наши, может быть, голливудские сериалы, вы смотрите, как можете оценить, похожие или не похожие их работа на вашу реальную? Голливудских, к сожалению, не смотрю. Наших тоже немного. Ну, вот, наверное, самый знаменитый след, да? Про него часто спрашивают. Вот, ну, там такой, скажем, собирательный образ нашей работы, да? Там экспертная деятельность представлена, оперативная, разыскная, без которой мы тоже никуда. Вот, и, соответственно, следственная, да? То есть такой симбиоз вот этих всех структур. Вот. Много идеализированного, конечно, да? То есть, может быть, к чему нам стремиться надо. Вот, ну... Там всё сильно, гладко и быстро происходит. Ну, они всегда, у них всегда хорошо заканчивается всё это, я помню, да? Насколько? Ну, мне тоже кажется. Успехом, по-моему, всегда успехом заканчивается. А у вас не всегда? Ну, не всегда, но мы стремимся к этому. А в фильмах и сериалах, опять же, о них, отпечатки пальцев часто являются самым главным средством поиска преступников. Это так в реальности? Ну, одним из главных, скажем так, да? Всё-таки и наука не стоит на месте, и методы совершенствуются. Вот. Главное в криминалистике, как в науке, так и в нашей работе, да, это установление личности преступника, да, то есть идентификация личности. Вот. Доктилоскопия – это, то есть установление личности после дам рук. Она очень такая традиционная, очень давняя методика установления личности и очень точная. То есть, естественно, мы её применяем тоже по-прежнему, да. Вот. Ну, вот сейчас мы совершенствуемся, сейчас уже, говорят, и геномная доктилоскопия, да, то есть установление личности, идентификация личности после, да, биологического выделения, да, тоже достаточно точная методика определения либо преступника, либо лица, которое было на месте преступления, либо каких-то следов на одежде преступника и так далее и тому подобное. Поэтому по следам рук, да, однозначно, то есть мы это работаем, применяем. То есть это по-прежнему где-то в первых рядах? В первых, да, совершенно верно, да. Ну, опять же, по фильму мы знаем, что убийцы и насильник, они всегда стремятся скрыть свои следы и обеспечить себе алиби. Каким образом добываете доказательства, которые помогают восстановить истинную картину преступления? Какую роль в этом играют следователи-криминалисты именно? Следователи-криминалисты определены как люди, которые первыми, да, выезжают на место происшествия, проводят осмотр места происшествия. Вот, это вообще один из основных этапов следствия, да, то есть понять картинку помогает этот осмотр. Составляется протокол, изымаются следы, которые, возможно, оставил преступник, предметы с места преступления, потом они дальше передаются экспертам для исследования. То есть определить именно необходимый перечень объектов, которые подлежат исследованию, порядок назначения экспертиз. То есть это все наша задача, от решения которой, да, от положительного часто зависит исход всего дела, всего расследования. Ну, а расследование должно закончиться установлением преступника, изобречением его, сбором доказательств в отношении его, в том числе вот этими моментами, которые я обозначил. Ну, в общем, эта работа достаточно сложная. Ну, как любая работа, которую надо хорошо делать. Вот в телетрейлерах, опять же, и детективах результаты анализа улик часто появляются очень быстро после их обнаружения. Насколько в реальности это действительно все так быстро? Ну, в том же сериале «След», наверное, именно так происходит. Как там показано, да, что группа работает на месте, они уже там по телефону получают какую-то информацию. Конечно, так, ну, мы можем только стремиться к этому. Ну, там, за сутки или даже за несколько часов у них это все происходит, по-моему? Ну, в принципе, за сутки провести исследование там генетического материала уже способны наши эксперты, да. То есть, и это делается действительно так и у нас, и в практике. И этого года есть ситуации, когда у нас там выходной день даже, да, мы там сталкиваемся с преступлением. В понедельник мы уже знаем результат исследования этого объекта, и даже проверка его по базам дает нам конкретное лицо, которое совершило преступление, да, в условиях причем неочевидности. То есть, вы приближаетесь уже к сериальным героям? Ну, мы стараемся, давайте, мы будем стараться, мы как бы приближаться. Это ориентир, который... Но на самом деле бывает все не так просто. Бывает непросто, бывает долго, бывает длительно, да, то есть, бывает последовательность определенного исследования, да, то есть, объекту может быть подвергнут разным экспертным исследованиям. Вот, не только там генетика, дактилоскопия, да, там еще микроволокна снять, тоже их определить, их природу, цвет и прочее, прочее. Поэтому тут иногда лучше не спешить. Главное, качественно собрать этот материал, уж исследовать его, то есть вопрос, вопрос можно и подождать. А есть ли новинки современной криминалистической техники, которая помогает обнаружить следы преступлений, потому что, ну, явно видно, что не стоит на месте как раз? Да, есть однозначно, да, то есть, ну, генетика это вообще, да, новое достаточно направление, именно, вот, применительно к нашей деятельности правоохранительной, да, исследования. То есть, если, например, 10 лет назад мы основном работали с определением следов крови, там, слюны и прочих, да, объектов биологического прохождения по группе, да, то теперь мы его устанавливаем на ДНК профиль преступника, где мы 100%, да, говорим о том, это лицо было на месте преступления, либо это другое лицо. Вот, соответственно, инструменты, да, меняются, да, то есть у нас есть, ну, вот из новинок там центроплатная камера, да, так часто звучит, да, когда мы можем объект изъятый с места преступления, то есть не на месте его посмотреть на следы рук, да, вот, а поместив этот предмет уже, как бы так, более, так, приближенным к лабораторным условиям, да, вот, более качественно его осмотреть, более качественно изъять и какие-то моменты, которые не видны на месте, потому что все-таки, да, бывают разные условия, да, осмотр места происшествия, это и ночное время, и погодные условия где-то на улице, да, все это меняется, то есть, соответственно, мы уже в лабораторных условиях более детально, более четко это все смотрим, изымаем, то есть, соответственно, появляется больше возможностей для определения, вот, необходимости. А какая-то еще конкретная техника? Или вот только вот этот? Ну, у нас вот много электронной, да, вот сейчас пошло техники, которыми люди пользуются, да, соответственно, есть определенная техника, которую мы используем для того, чтобы исследовать эти моменты, да, то есть электронные, да, вот, гаджеты, телефоны и все прочее, да, то есть снятие информации оперативно, быстро, то есть и даже удаленной. Вот если говорить о конкретном каком-то, одном из последних, допустим, доказанных преступлений, что помогло больше вам? Техника или мозги ваших сотрудников? Ну, я бы мозги национальных сотрудников поставил только на первое место, да, да, потому что любая техника, какая бы она совершенно не была, ее нужно еще и правильно применить. То есть, соответственно, это тоже, это тоже нужны мозги, прежде всего, вот, мы большим направлением занимаемся раскрытием последних преступлений прошлых лет, да, дела, которые совершили, преступления, которые совершены, там, 20 лет и более, там уже часто никакая техника не поможет, да, потому что дела минувших дней, что-то было пропущено, что-то... То есть спустя 20 лет вы раскрываете преступление, получается? Ну, мы стараемся и раскрываем, и есть такие примеры, конечно, там, конечно, больше такой интеллектуальный момент присутствует, да, анализ информации, то есть работа с людьми, то есть вот таким... Есть похожие на Шерлока Холмса среди ваших коллег? Ну, Шерлока Холмса тоже, наверное, да, избирательный образ, наверное, есть, наверное, кто-то и на скрипке играет, да? Ну, я не в этом смысле, но, да, который настолько быстро... Я думаю, да, я думаю, да, есть у нас танантливые следователи, есть следователи вдумчивые, я надеюсь, основная масса таких следователей, вот, потому что, ну, как я и говорю, интеллектуальный момент в работе, он-то таким на первом месте, нежели технически. Вы же, в принципе, ответили на мой следующий вопрос, и всё-таки, если дело долго остаётся нераскрытым, да, вот, допустим, 20 лет, оно каким-то образом сдаётся в архив или всё-таки занимается? Работа продолжается, работа продолжается, в архив мы сдаём. До какого времени продолжается? Ну, не пожизненно же? Ну, вообще, у нас есть дела, у нас остаток дел нераскрытых, да, мы, то есть, забрали всё, что было, вот, мы приняли из прокуратуры, мы следствие прокуратуры, да, мы изначально были, потом отделили самостоятельно структуру, то есть, все те дела, которые остались за то время нераскрыты, то есть, у нас есть дела и 70-летней давности нераскрыты, да, вот, но тут я ничего нового, наверное, юристам не скажу, что прекращение дела, да, например, за давностью, у нас предусмотрено только в отношении тех преступлений, где единомленные лица установлены, то есть, в принципе, по большому счёту, мы по закону должны установить этих лиц, а потом уже применить вот эти вот нормы относительно сроков давности привлечения к уголовной ответственности, поэтому все дела, да, а они, по ним принимаются решения о приостановлении следствия, то есть, да, профессиональная деятельность на каком-то этапе приостанавливается, однако работа по раскрытию должна продолжаться, должна вестись, и в том числе вот... Даже 70 лет спустя? Ну, теоретически, да, конечно, мы все понимаем, да, что это сложно, что это уже тяжело, что людей нету, да, то есть, ну, это я уж так крайне, да, крайне, да, взял эту отсечку. Много ли, ну, потому что вы тоже этим занимаетесь, много ли в регионе пропадает людей, как быстро их находят, и почему они вообще уходят? Цифры у нас всегда, как бы, по регистрации заявлений, да, и по пропажам, они достаточно большие, ну, только потому, что эта деятельность в настоящий момент, она детально регламентирована, организована, то есть, каждое заявление, каждое, там, сообщение по телефону, оно не остается, не остается без внимания, вот, все это регистрируется при необходимости, проводится доследственная проверка, вот, ну, большинство людей находятся в течение, там, первых... Почему уходят? Ну, разные причины, то есть, разные категории людей, да, кто-то, там, злоупотребляет спиртным, да, кто-то уезжает на вахтовые методы, да, и считает, что вот здесь сильно ничего не держат, да, перестает общаться с людьми, то есть, такая категория тоже достаточно большая. Дети убегают, да, например, там, банально с детской площадки, да, там, поступило заявление, то есть, пока тут выехали, уже и ребенок вернулся, то есть, сам, да, то есть, это тоже все тут, возможно, выходит статистику, вот. Ну, в основном, конечно, все-таки это не криминальные причины, это не криминальные причины. Ваш отдел, я знаю, обучает молодых следователей, которые только что вузы закончили, чему учите их прежде всего? Учим начинать вот эту практическую деятельность, потому что теория, это, конечно, тоже хорошо и правильно, да, без нее никуда, но... Мне кажется, да, в вашем деле без практики. Да, без практики, да, пока человек не написал первый осмотр места происшествия, пока не назначил там первую экспертизу. Сразу их в дело? Ну, мы вот как раз вот и стараемся, да, вот, прежде чем вот он вышел на самостоятельное дело, да, то есть, провести какой-то учебный осмотр, то есть, как смоделировать ситуацию учебную. Выезжаете с ними? Мы вообще это моделируем у себя, прямо на полигоне, да, да, то есть, мы там манекены можем посадить, можем, то есть, организовать такое импровизированное место происшествия, посмотреть, как человек ориентируется. Сразу ему подсказываем, чтобы уже когда он столкнулся с реальной ситуацией, что те ошибки, которые он у нас допустит на вот этом учебном осмотре, там они не повторялись, либо как-то были минимизированы. Ну, там есть руководитель следственных отделов, которые тоже всегда берут как бы... А потом, получается, уже проще выехать на место преступления. Ну, конечно, да, да, да. Роман, ну и в завершении нашей беседы, наверное, поздравьте ваших коллег, я вас уже поздравила. Спасибо большое за поздравление, коллегам огромное поздравление. Прежде всего, пожелать здоровья, здоровья сотрудникам, здоровья их родным и близким, семейного благополучия, чтобы тыл был крепкий. Ну, и, как у нас говорят, меньше дел и больше сроков для их расследования. Спасибо большое. А я напомню, что сегодня мы говорили с Романом Шаповалом, заместителем руководителя отдела криминалистики Краевого следственного комитета. Спасибо.